Здравствуйте, дорогие партнёры! Я, Фарида Арсланова, являюсь старшим директором данной маркетинговой сети. Хотела рассказать вам мой пройденный путь до сегодняшнего дня. Я была самодостаточная, финансово обеспеченная женщина. Когда семьёй вернулись в Узбекистан, Дальбар Усманова пригласила меня в эту сеть. Это было 14 июня 2019 года, помню до сих пор. Для меня сеть стала новой эпохой моей жизни, так как всё было новой в Узбекистане. Мои годы проживания в России давали о себе знать. У меня не было много знакомых, близких, подруг. Одним словом, мне было очень тяжело развивать свою линию и строить сеть в этом бизнесе. Но, несмотря на это, я очень старалась, я верила в то, что у меня всё получится. После этого я начала собирать себе команду. 2 июля 2019 года состоялась моя первая поездка по Ферганской долине. Моя ферганская команда постепенно росла, и это были мои первые успехи, и они меня вдохновляли на новые вершины. С моего города Намангана мне приходилось ездить в Фергану, преодолевая по 100 километров каждый день. В начале августа надумала открыть офис для своей команды в городе Наманган и нашла то, что искала. 20 дней ремонта пролетели быстро, и всё было готово. Строила планы, работала несмотря ни на что. В конце августа я пригласила ключевого лидера из Самарканда. Она начала работать, и таких лидеров становилось всё больше. Уже в начале октября приехали гости из России. Татьяна Толшнеева, Югане, Уразгуль Парханова. Мои наставники, которые всегда поддерживали и мотивировали меня. Я их очень сильно уважаю и люблю. День за днём команда росла, проводили много презентаций, появлялось по 10-15 новых партнёров в день. Да, было тяжело, но мы не боялись высоких вершин. Моя команда начала получать доходы уже первые два месяца. Я собрала себе крупную команду. Моя первая команда была из Ферганы. Всем было интересно продукции грильев, но недостаточность завоза создавала некоторый дискомфорт. Эти трудности мы преодолевали другими путями, хоть эта дорога была чуть непривычной. Так как товар, требуемый в новый офис, было недостаточно. Я ездила к границе, чтобы доставить их сюда, в Намандан. Но эти трудности меня закаливали. При поездке в Андижан также собрали команду, и она быстро начала развиваться. В Новый год мы организовали праздник. Это был наш первый Новый год с партнёрами. В продолжении нашего праздника мы ездили в Самарканд. Меня встретили самаркандские лидеры. И так продолжали работать. Одновременно росла и наманганская команда. В начале 2022 года покорилась первая ступень в сети. Я стала менеджером. И это было только начало. Уже 2020 год у меня было желание, чтобы всё было легко доступно. Начался карантин. После карантина лидеры команды открыли первый офис в Ташкенте. И начались репрезентации и подписания новых партнёров. Число новых партнёров и лидеров команд постепенно увеличивалось. Наступил 2021 год. И наконец-то свершилось. И я достигла следующего статуса старшего менеджера. Вот дождались прихода корпорации в Узбекистан. И начались долгожданные дни. И в первые за годы работы мероприятия с официальным представителем провели в Намангане. Начались новые тренинги и новые обучения по новой системе маркетинга. Тренинги и обучения, старания команды начали давать свои плоды. Команда начала расти и быстро развиваться. 11 сентября 2021 года в городе Ташкенте состоялся законное открытие корпорации «Грелив». Благодаря промоушенам корпорации я и лидеры моей команды 5 июля 2021 года полетели отдыхать в Турцию. Получив большую мотивацию от поездки, команда работала днём и ночью. 2021 года в ноябре месяце я стала директором. 26 марта 2022 года мы с командой полетели в очередную поездку в Шарльм-Шейх. Такие поездки вдохновляли команду. Лидеры начали открывать офисы в своих регионах. Начали проводиться большие открытые презентации, где участвовали 500 человек. 18 мая 2022 года я стала старшим директором. Я хочу выразить свою благодарность всем лидерам, партнёрам, которые прошли весь этот нелёгкий путь вместе со мной. Я всех вас очень люблю.